Всем привет! В эфире All in at игромания с Дашей Бунтиной. И сегодня я расскажу вам о том, как фанаты серии GTA препарируют исходный код пятой части, о возможной дате релиза Блейда от студии Arkane и о том, как критика помешала работе Atomic Heart. Готовы? Поехали! Пока мы с вами сидим и листаем новости, фанаты серии Grand Theft Auto не дремлют и рыщут в поисках новой информации. Им буквально интересно все, от исходного кода пятой части серии и до информации о том, кто же сыграет главную героиню шестой части. И вот какое дело. В утечке исходного кода пятой GTA нашли очень много любопытного. Например, там нашли упоминание многострадальной второй части Були, которая, скорее всего, уже никогда не выйдет в свет. А еще там есть список из потенциальных DLC для одиночного режима пятой части. Точнее, список того, что в игре могло появиться. Планов у Rockstar было очень много. Они планировали восемь дополнений разной величины и, как вы все знаете, в итоге не вышло ни одного. Спасибо мультиплеерной GTA. Еще в утечке обнаружили данные по еще не вышедшей игре с кодовым названием Project Americas. Фанаты серии предполагают, что под этим именем скрывается шестая GTA. Кстати, насчет нее. Пока одни игроки копались в слитом исходном коде, другие рыскали по соцсетям в поисках актрисы, которая подарила свои голос и внешность Луси, героини в шестой части. И, кажется, нашли. По прикидкам геймеров, этой актрисой стала Маня Эл Перес, появлявшаяся в сериале «Закон и порядок» специальный корпус. Очень она похожа и внешностью, и голосом. Вы наверняка помните, что шестая GTA на релизе на ПК не выйдет, но это не значит, что не нужно думать об улучшении своего железа. Спасибо инсайдерам, мы уже знаем, в какой момент компания NVIDIA собирается выпустить принципиально новое поколение видеокарт. Так, довольно известный железный инсайдер под ником MurceloIsDead написал о том, что компания Дженсена Хуанга собирается отправить в продажу топовые видеокарты семейства GeForce RTX 5000 уже в конце 2024 года. Ранее слухи гласили о том, что их решили перенести на 2025 год. Но, видимо, в NVIDIA решили слегка форсировать события. Впрочем, инсайдер отмечает, что окончательного решения создатели железа еще не приняли. Может быть, их и перенесут на 2025 год. Ну а если вы задумались об апгрейде, но с деньгами напряг, можете подождать официального анонса супер-версии текущей 4000 серии. В сети как раз появились первые фото RTX 4070 Super с 12 гигабайтами видеопамяти. Стало быть, до официального анонса уже рукой подать. На минувших выходных поклонники серии Stalker выпустили модификацию True Stalker — масштабную конверсию для Зова Припяти, предлагающую огромный список нововведений. Среди них 13 как уже знакомых локаций, так и совершенно новых. Абсолютно новая сюжетная линия с полностью озвученными диалогами. Полностью новый саундтрек и монолит его знает что еще. Что приятно для установки мода, оригинальную игру вам ставить не придется. Из других особенностей настоящего Stalker — подтянутая графика, нелинейный сюжет, парочка встроенных модов калибром поменьше, а также перевод на русский, английский и украинский языки. Мод уже расхвалили игроки, так что если вы фанат серии, то бегите качать и устанавливать. Ну а если вы ждете новостей по второй части Stalker, то ее авторы как раз выпустили календарь на 2024 год. Некоторые даже усмотрели в нем намек на возможный месяц релиза игры. Но, откровенно говоря, смотрится эта теория не очень убедительно. Хотя кто его знает? Может быть, разработчики и правда выпустят игру в феврале? Слухи-то об этом уже ходили. Жизнью стоит наслаждаться даже при просмотре видеоигровых новостей на любимом YouTube-канале. А поможет в этом коллекция натурального кофе «Поэти». Благодаря ему тебя ждет не только напиток высокого качества, но и маленькое путешествие по изысканным рецептам кофейных столиц. Загляни в описание видео и убедись в этом самостоятельно. Разработчики шутера Atomic Heart поделились рассказом о том, как критика проекта на стадии разработки сказывалась на процессе создания игры. Как оказалось, дела у студии Mantfish обстояли не лучшим образом. Критика, которая обрушивалась на разработчиков, очень скверно влияла на душевное состояние команды и мотивацию разработчиков. А негативные отзывы игроков под новостями мешали пополнять штат разработчиков, мешали им просто работать. В общем, никто не любит негатив, вот так неожиданность. К счастью для всех разработчики не сдались и сделали все, чтобы сотворить свою игру мечты. Несмотря на чудовищное давление, исходившее из сети, результат всем хорошо известен. Atomic Heart вышла и завоевала, если не всенародную любовь, то теплые отзывы точно. И авторы это ценят. Они поблагодарили игроков за их честность и открытость, а также за их длительную поддержку. Сейчас напомним, студия трудится над вторым DLC для игры. Оно называется «Узник Лимба» и выйдет уже 6 февраля следующего года. Довольно любопытной информацией поделился журналист и инсайдер Джефф Граб и его коллеги из подкаста «Иксбокс Эра». Причем касаются они не только игр «Майкрософт». Ключевым слухом, которым поделился Граб, можно назвать примерную дату релиза игры про Блейда от студии «Аркейн». Неожиданно для всех, анонсированная в рамках The Game Awards, игра про культового героя комиксов Marvel разрабатывается леонским подразделением студии, и ее придется подождать. Джефф утверждает, что раньше 2027 года экшен про приключения брутального вампира в свет не выйдет. «Майкрософт якобы планирует сделать игру одним из стартовых проектов для следующего поколения консолей. Хотя, конечно, и «Иксбокс Серия» с «Аркейн в обиде» не оставит. Остальные слухи были несколько меньше. А журналист поделился тем, что фанаты сериала «Мандалорец», во-первых, им не стоит прыгать на своих стульях с таким энтузиазмом. Слух о том, что студия «Идс Софтвер» работает над шутером по этому многосерийному боевику — это просто слух. А вот фанатам серии игр God of War, наоборот, можно открывать шампанское. Sony якобы планирует переиздать оригинальную трилогию, созданную студией Sony Santa Monica для современных консолей. Любопытно будет посмотреть, не находите? Ну а теперь перейдем к Блиц новостям. Возможно, вы помните, что из-за выхода Старфилда многие разработчики решили перенести свои игры. Так поступили модмейкеры, занимающиеся глобальным модом Fallout London для четвертой части серии. Сейчас долгожданный мод, который делали три года, обзавелся таки датой релиза. 23 апреля 2024 года. Ждем с нетерпением. Кстати, возвращаясь к Старфилду. Игре уже четыре месяца, и несмотря на все заявления Microsoft и Bethesda о том, что у нее все хорошо, рейтинги только и делают, что падают вниз. В теме отзывы к игре за последний месяц упали до, в основном, негативных. Проект рекомендует только 34% игроков. Грустно как-то получается. Если вы по какой-то причине смотрите нас из Китая и любите игры Близзарда, то для вас есть хорошая новость. Китайские СМИ начали сообщать о том, что Метелица и компания Netis смогли таки договориться, и спустя год после расставания снова заключат партнерство. Благодаря этому китайские игроки смогут вернуться в World of Warcraft, Overwatch и другие игры студии. Благодаря недавней утечке информации из студии Insomniac Games мы знаем о том, как хорошо продались те или иные эксклюзивы компании Sony. А благодаря M-Video знаем и о том, какие эксклюзивы Sony лучше всего продавались в России. На первом месте, как это ни странно, расположилась Detroit Become Human, интерактивный фильм Дэвида Кейджа. Вот вам и шуточки про мыльное кинцо за 2 300. На этом наш выпуск подошел к концу. У нас осталось еще два выпуска до Нового года, так что собирайся и пиши комментарий, какой твой любимый салат на Новый год. Мой любимый салат на Новый год – это шапка Мономаха. Из года в год не будет шапки Мономахи, не будет Нового года. Все, все эти шутки долу и прочь. Пиши обязательно комментарий, поставь лайк. Ну и если ты не подписался, ну ты че. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok